Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес, я ведущий красный Сергей. У меня в гостях находится Леди Апилитаева, которая занимается, соответственно, психологией профессиональной. В отличие от меня, она прям мега профессионально помогает вам стать лучше, красивее, здоровее, умнее, самое главное. Здравствуйте. Здравствуйте. Не сегодня мы продолжим такую тему, я уже снимал на нее, на эту тему видео. Мы будем рассуждать о том, как же нам поступать со своими сотрудниками, как нам быть супер-боссом. И получим такие, ну, я думаю, что это будут свободные советы такие психолога, ну, основные, может, какие-то ошибки и так далее. В общем, сейчас Лидия вам сама все объяснит. Ну, только тебе вопрос задай. Нет, я хочу, чтобы это было все свободно. Да, вот основные ошибки ты меня начала уже перечислять. Вот я хочу просто услышать в основном основные ошибки. Я до этого людям рассказал, чтобы ты понимала о типах личности работников, как их выбирать. Но очень часто мы допускаем ошибки по взаимодействию. Да, я вот, моя тема, да, то есть я даже писала дипломную работу на эту тему, как раз решение кадрового вопроса в организации. Но я сразу скажу, что провалила диплом, так как не нашла организацию на тот момент. Но практику не прекратила. Мы тоже проводили всякие игры, гемификацию в организациях, опросы, тестирование. И вот мой опыт, мои наблюдения показали мне, что, как правило, есть такая проблема между сотрудниками и руководителями, что все руководители, ну не буду обобщать, сорян, многие руководители грешат тем, что недооценивают взаимоотношения со своими сотрудниками, доверительные именно взаимоотношения. То есть есть люди, которые, получая власть над другими людьми, ну у нас в принципе система государства такого выстроена, что у нас доминируют властвую в основном, да. И хоть и говорят, что нам нужны инициативные, ответственные люди, которые будут сами работать, все делать, только вот как бы, да, многие так руководители говорят, но на деле я лично такой сотрудник, я не люблю делать плохо. Мне нравится, если я за что-то беру, доводить это максимально до эффективного результата, потому что у меня такая позиция, я развиваю свои навыки. То есть прийти на работу, сидеться и просто уйти, это неинтересно, я люблю прокачивать себя, так скажем, даже если я не останусь в этой организации, я зато для себя вырасту, прокачаю свои навыки. Ну, смотри, чтобы люди понимали тоже, потому что, ну, по моему опыту, у меня с канала очень много людей обращается за советом, хотя вот на удивление так много подписчиков пока. Смотри, вот если я к тебе обращаюсь, что ты можешь вот мне, как руководителю, конкретно решить, какие мои проблемы? Ну, взаимодействие, чтобы у меня коллектив лучше как-то взаимодействовал? Первое, что бы я сделала, это наладить доверительные отношения с коллективом. Раз уж берешь человека, да, сотрудники, нужно, чтобы общение было максимально комфортным, чтобы не было вот такого перекоса, что человек не мог раскрыться в рамках этой организации. Потому что есть такой момент, что когда человек начинает проявлять инициативу, делает это по-своему, не так, как видит это начальник, допустим. То есть ставится задача человеку, и по мне, вот как говорит моя любимая мама, что лучший руководитель тот, который не мешает работать, да, то есть отойти в сторону, задача поставлена, и отойти в сторону, посмотреть, как человек эту задачу, так скажем, выполнит. А если, чтобы не воровали? Чтобы не воровали? Да. Интересный, кстати, момент. Это просто из личного опыта, зачем обращались, нет, человек по скайпу звонил, спрашиваю. Контроль разумный. Ну, нужен пример, давай вот какой-нибудь пример. Какая ситуация? Он занимает сотрудников, юристов, они начинают уводить клиента. Ну, то есть они же мосты с фрилансом там, но он так, грубо говоря, я не помню, какой процент, ну, там что-то, грубо говоря, там 50 на 50 он получает. А если, соответственно, он этого клиента уведет, он получит 100% с этого. Ну, вот, окей, я приведу пример из турагентств. У меня была такая ситуация, ну, там тоже некорректная вот в чем ситуация была. Вот могу положиться, опять же, на свои ощущения. То есть, если бы мне создали бы комфортные условия, да, в которых... Красивый офис, нам дали свободу действий, кстати, что тоже классно было проявлено, да. Но в момент, когда начались трудности, нам начали урезать зарплату. Хотя клиенты были мои. Выстраивала отношения с клиентами, допустим, я. И мне тут начинали говорить, что, ну, просто у меня там постоянный мой клиент. Мне фирма обещала тоже дополнительный вход трафика от фирмы, но его не случилось. И почему мы потом все дружно ушли? Потому что, ну, разрыв интересов. Допустим, если комфортные условия, доверительные отношения. Мне очень важно, как и многим людям, с которыми я адекватно, с которыми я общалась, им важно, как вот ты приходишь на работу, ты занимаешь большую часть твоей жизни, так скажем, практически половину. Это как второй твой дом, вторая семья и так далее. Если там идет момент, кто бы мне что ни говорил, но материальная мотивация, она не так работает, как чисто человеческая. Вот хоть как бы мы ни выстраивали даже на тестах, ни на разных фирмах и так далее. Материальную мотивацию для персонала, какие бы деньги человек ни получал. Я знаю такие примеры, где хорошая, допустим, зарплата не удерживала человека. И знаю такие же примеры, где небольшая зарплата, но такой коллектив, но такое место, но так все здорово и классно, что люди не уходят годами. Это реже встречается, но встречается. Просто нужно действительно заботиться о своих сотрудниках, чтобы они чувствовали, как сказать, как домашнее даже где-то тепло. То есть своевременный отдых. Это тоже очень важно, потому что многие руководители начинают разбирать, что у них воруют, что у них там плохие какие-то отношения сотрудников. Начинаешь копать глубже, выясняется, что там люди пашут непомерно, да, тратят свое время, тратят, жертвуют некоторыми отношениями, да, то есть с близкими людьми, потому что очень много времени находится на работе. Тратят свое здоровье, а им, как сказать, а у них там постоянный стресс и плюс еще низкая зарплата. Смотрите, мы договорились так на примерах разговаривать. Не раз уж речь зашла о юристах. Я тебе уточню ситуацию, я думаю, что этот человек тебя смотрит. Может быть, даже человеку будет интересно еще раз обсудить этот момент, ну и другие люди. В общем, суть в чем? Для тех, кто не знает, из чего состоит работа подобных заведений, а я просто, ну, в общем, сталкивался с работой нашей системы, даже в какой-то смысле поработал так с ней вплотную, с органами. Вот. Суть в чем? Суть в том, что люди из органов, они, ну, то есть там очень мало эмоционального, и, как правило, это такие достаточно патологические личности немножечко в каком плане, то есть они очень жесткие, они очень жесткие. И плюс второй момент, какой накладывается, это то, что работа юриста, она как бы не... Ну, там примерно одинаковая плата, то есть 50 на 50. Вот он, если заявление стоит там написать, ну, в Москве, человеку из Москвы, там тысяча рублей, какое-то банальное заявление в полицию, то он так и получит 500. А если это дело какое-то, там, ну, там, понятно, там уж 50 тысяч получит с этого дела, ну, с суда. Вот. Поэтому здесь, как бы, никто никого не наказывает рублем. Ну, то есть вот как оно идет, вот во всех фирмах, оно так и идет. Просто это может быть заява, которая никому не нужна, а может быть дело совершенно золотое, ты на нем, там, обогатишься просто. А те, которые годами идут, там, вообще просто годами будешь вести, постоянно будет. Вот. Поэтому, соответственно, здесь вопрос, как вот сделать так, что, вот, допустим, он полтора года ведет, он уже всех знает, все контакты знает этого клиента. А нужно, чтобы вот этот вот чувак, который проработал, допустим, в МВД, да, имеет достаточно жесткий опыт манипуляции, общения, не пострадать от него, мне, как руководителю, во-первых, не пострадать от него, да, потому что я не могу жестко с ним конфликтовать, потому что у него административные ресурсы различные. И я его должен убедить еще, допустим, помочь мне в этих делах, да, и чтобы он у меня еще не увел этих клиентов, с которыми он взаимодействует. Да, и рыбку съесть, если рыбку не входит. Ну, я, знаешь, это очень такой мощный вопрос, вот. Я люблю упрощать все, что вот приходит в мою жизнь, да, то есть вот для меня сложно от слова ложь, просто от слова рост. И самое простое в данной ситуации, это с таким человеком, это честный разговор. Потому что пытаться манипулировать или пытаться подавить такого человека, или пытаться его как-то, ну, он же все равно это поймет. То есть, ну, возможно. Ну, там уже, да, там уже очень фантазируем. Да, такого уровня люди, как мне кажется, нет, слово «кажется» вырезали. Такого уровня люди, они ценят честность. Все равно, вот, по опыту моему, когда я встречалась с разным уровнем людей, в том числе, там, с госструктурами и так далее, тут либо вот прозрачный честный разговор, либо я других вариантов, я не вижу. Ну, это мнение, господа. Вы можете с ним не согласиться или согласиться, напишите нам в комментариях, что вы думаете. Поэтому, ну, по своему опыту, тем более я знаю, что меня смотрят люди, кто и в органах, соответственно, работает, как вот вы считаете, мне интересно ваше мнение. Вот. А рассуждать, ну, на эту тему, как поступить, я думаю, что действительно, ну, вопрос достаточно широкий, да, мы сейчас можем нафантазировать. Ну, все равно, если этот человек до сих пор там, да, работает, у него есть какие-то интересы остаться там и работать, значит, есть точки соприкосновения. Просто вот взять и найти вот эти точки соприкосновения, плюсы-минусы, да, и сопоставить, и разделить, так сказать, по чесноку, пополам и так далее, и можно найти точки соприкосновения, договориться с любым человеком. Видите, какая она добрая. Вот, посмотрите мои видеозаписи, посмотрите, какие сложные я вещи вам советую проделать. И у человека все нормально, может, действительно, взять и договориться, и как я там устраивать. Ну, по подводной течении, понимаешь, они же, вот, допустим, системы манипуляции опять же взять, да, они же приводят потом к чему? К тому, что, как ты, кстати, за кадром мне сказал, что в итоге ты понимаешь, что, а зачем я вообще вот это все вот с человеком устраиваю? Потому что играть в эти маски тоже тяжело. Каждому человеку тяжело находиться не в своем, так сказать, в образе, а не самим собой. И это рано или поздно вскроется. Зачем тянуть? Можно это сразу прояснить. Абсолютно резать. Да. Прояснить. Это, кстати, не так уж по-доброму всегда происходит. Иногда это бывает жестко. Но зато честно. Мне кажется, лучше честности еще нет инструмента. На самом деле так. На самом деле так, дорогие друзья. Мы желаем вам быть честными, смотреть наши видеоролики, ставить нам лайки, репосты, подписываться обязательно на канал. Да. И у меня есть такая фраза, да пребудет с вами здоровье. А что ты пожелаешь, Татьяна? Да пребудет с вами честность и сила. Вот. Вот так вот. В чем сила, брат? Сила в печеньках. Пока.